Дальше начнем с джентамы, этот конвейер, все капусты поздние, основные позиции я подобрал в эту презентацию, но как бы самые ходовые, все капусты устойчивые к фазариозу. Это очень важно, не только уже на юге Украины, это очень важно в рамках всей Украины, даже западная и даже уже север Украины, при большой желе, есть большие проблемы с фазариозом. Очень пластичный гибрид, вегетация 90-110 дней. Почему так? Потому что в ультра ранние сроки высадки, как можно раньше, в апреле, она получается 90, а в этом году даже были хозяйства, где она там 85-87 дней, уже было 2,5-3 килограмма головка, то есть она получается там чуть ли не как средняя капуста. И в этом году не очень цена, конечно, была. В прошлом году попали с ней в сегмент, когда средние уже заканчиваются, позднее еще не идут, и очень неплохо люди с ней заработали. 110 дней это уже более поздние сроки, когда она хватает жару летнюю, и тогда у нее 110, может быть, даже иногда 115. Это те случаи, когда ее высаживают, скажем так, в средине июля. Чем этот гибрид и особенный? Ее можно высаживать даже 15, а на июле и до 20 июля проводить высадку, потом убирать в осенние, уже в ноябре, можно сказать, в конец октября, там, средина ноября, ложить на хранение. И в эти сроки она лежит, в принципе, там, ну, до середины апреля, свободно лежит до конца марта, до середины апреля, ну, в зависимости, конечно, от хранилища. Ну, что-то я хочу добавить, что первое, что мы ее, джентамин Скайдол, это и в типа аресора, ну, так более понятно. В принципе, по, там, и по дням, и по характеристикам, это тип известного аресора. Мы сейчас интенсивно работаем на тренинг, занятием в контроле рынка. Плюс еще то, что Саша говорит, позднее, начинать с самых ультраранних, до самых поздних посадок в конце июля. И практика и этого года показывает, что поздние посадки дают нам возможность максимально уйти от вредителей. Вот трипс, в первую очередь, которых в этом году полно. Но на поздних посадках джентамы все-таки трипс массово он поработал на поздних гибридах, которые были высажены, там, июнь-май. И, ну, скажем так, качество будет лучше, учитывая то, что апреля будет лежать. А после, там, не знаю, нового года, скорее всего, качественной капусты, не пораженной трипсом, в хранилищах будет достаточно мало. То есть надежда, что, ну, скажем так, по крайней мере, в цене люди, которые будут джентамы с поздних сороковой посадки, будет плюс. Конвейер, плюс еще очень важный, так как и в агрессорах, ну, растет в любых условиях. То есть для вас вы ее можете смело рекомендовать. Когда, ну, я всегда считаю, когда есть клиент, который обозначивает, там, свой уровень технологии, или, там, ну, он какие-то, там, четкие требования ставит. А есть клиенты, там, которые хочут просто, и ты, ну, не знаешь, какая у него технология. Или, там, ну, можно, там, наводящие вопросы, но не всегда он может четко ответить. Капельное решение, там, с фертигацией она работает или нет. Или, там, вообще, по гаркам, там, джентаму можно смело рекомендовать. Она хорошая сила, ростка, она растет, в принципе, в любых условиях, стрессы выдерживает. И вот для таких клиентов, как, ну, мы не знаем, как они, там, ее будут выращивать, ну, вы можете смело рекомендовать. И сейчас уже она, видите, плоская. Мы сейчас уже работаем, будет уже испытания очень, так, большие, так, стоят на следующий сезон. Или даже, возможно, продажи уже начнутся небольшие. Капуста Корсума, это тот же сегмент, та же капуста, только круглая головка. 90-100 дней, потому что очень много есть людей, которые не хотят плоскую, которые хотят круглую. Но в этом сегменте будет дополнение к ней, или капуста Корсума. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok